привет друзья хочу поделиться с вами новинкой которая буквально совсем недавно появилась на нашем украинском рынке это вот такой вот я не его называю универсальный олей нуклеус это улей шестирамочник который возможно будет многим интересен так как многие занимаются выводом маток, сведенческой басикой, продажей пакетов и этот улей он как раз подходит как для матководов так и для людей которые занимаются пакетами чем он хороший чем он меня подкупает подкупил и чем он как бы универсальный это тем что в нем можно весь сезон выводить маток пустить в зиму эти матки и одну или две матки и весной точно также продать с этого улья нуклеуса пакет это все в принципе я буду показывать в дальнейших видео буду показывать его как он работает как я в нем вывожу маток как он идет в зиму как по весне он развивается я все это буду показывать но я больше чем уверен что он будет работать хорошо так как в принципе люди которые мне презентовали эти улья нуклеуса они знают что я вывожу маток с двумя как бы у меня есть две системы ульев это нуклеусов это микронуклеус и нуклеусы на рутовскую рамку это корпус поделен на три отделения по три рамочки и чем он допустим для меня он хорош он хорош как раз тем что он с пенополистирола он теплый он легкий и с ним будет удобно манипулировать в плане работы допустим с моей пасекой он на рамку 200 230 и мне такие нуклеусы нравятся в них хорошо развиваются и как бы от водочки в них хорошо облетываются матки и я вижу только плюсы в нем это вот такой олей нуклеус это шестирамочник который перерождается диафрагмой в моем случае я сделал у меня были были отходы я сделал вот такую диафрагму и из шестирамочного улья делается нуклеус на два отделения по три рамочки это вот идет он таким комплектом здесь идет вот такое дно вот такое дно но она идет без сетки ну я думаю что его можно приобрести и так сказать как базу то есть без сеток без ничего такие полная комплектация с перегородкой сеткой у меня приехал так без сетки я вырезал сетку вставил и прикрепил его двумя шурупами можно его прикрепить я думаю так как и клеем и там герметиком каким-нибудь ну я не заморачивался были шурупы я его на шурупы взял шурупы держатся хорошо плотность этого улья нуклеуса как мне говорили 110 115 плотность я сейчас его соберу собирается он очень быстро очень классно не нужно быть не приложивать много усилий даже немного то есть его это как конструктор и очень удобно очень классно для сборки не требуется ни клея не гвоздей не шурупов ничего не требуется он собирается как конструктор и в таком виде работает сня вот его собрал без ничего и в принципе производители тоже говорят что никакого клея не нужно так как все продумано до мелочей все как бы держится крепко геометрия держит ну и тут только ничего плохого я пока сказать не могу в принципе пока ничего не вижу этот улья нуклеус насколько все продумано насколько все у него эстетический вид я бы сказал подкупает насколько можно сказать сексуален только посмотрев на него уже просто его хочется взять руки его приятно брать руки он легкий и ну просто приятно на него смотреть корпус корпус собирается быстро здесь все есть микрошип собирается и все держится как бы идеально корпус который состоит из стеночек в корпусе есть по всему корпусу как на передней стенке так и боковых есть ручек везде то есть с какой бы стороны мы не подошли его удобно брать перевозить и так далее насколько все продумано что тут много таких деталей которые продуманы до мелочей это в той же степени все прорези под ремни полностью идут прорези по всему дну эти прорези они для ремня покрышки и его можно то есть ремень уже не сползет влево или вправо сейчас я буквально соберу корпус покажу как он собирается и принципе расскажу его размеры так сказать характеристики корпус для сборки корпуса нам нужно а что нам нужно нам нужно стеночку положить нам нужно яночку наверно собирается он очень легко быстро есть микрошип ну кто желает можно и посадить на клей но я на клинике сидел и сидеть принципе не буду пасека меня стационарная возить я не буду ну принципе если возить я думаю он никуда не будет его собирается вот так все насколько плотно конечно ребенок ребенок его не соберется потому что люди все продумывали чтобы не было люфтов берем помощник океан очку нашу так сказать сторона нас есть насколько плотно высоко хороша что ну на корпусе не остается ни никаких повреждений вот и все корпус у нас готов корпус сделан очень быстро очень легко никаких повреждений можно чуть-чуть еще подбить корпус корпус все корпус есть и улья нас собран готов вот как мы уже я показывал дно корпус ставится на дно все подходит классно идеально нет никаких заусенец и вот такая крыша вот такая крыша которая вот у нас готовый улей нуклеус классно перевозить классно становятся друг на друга все продумано что любой другой улей становится становится на него без всяких проблем становится можно в машине перевозить 2-3 в зависимости от того как какая 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 у вас машина и скрепляется и перевозится что я хочу рассказать давайте я наверно теперь расскажу о его размерах размеры у нас дно поделено на две перегородки сюда вставляем диафрагму и получается у нас улей нуклеус по три рамочки улей летки у нас разные стороны и маточки будут облетываться без проблем у меня вот такие улей только по три отделения то проблем с облетом маток как бы нету дно у нас подрамочное пространство начнем давайте с характеристик подрамочное пространство 25 миллиметров внутренние размеры 450 миллиметров на 240 одно отделение получается размер 115 миллиметров до стеночки от стеночки до стеночки вентиляционное отверстие здесь два отверстия имеют размеры 9 сантиметр 90 миллиметров на 250 миллиметров 9 сантиметров на 25 сантиметров это у нас вентиляционное отверстие толщина дна получается у нас толщина дна 30 миллиметров передняя стеночка дна 45 миллиметров боковая стеночка дна 35 миллиметров это у нас по дну по корпусу у нас корпус корпус вот такой есть как я говорил ручки везде со всех сторон и по корпусу внутренние размеры 240 450 и 470 фальц выборка под фальц для рамки 16 миллиметров то есть мы когда ставим рамочку у нас еще надрамочное пространство 6 миллиметров для прохода пчелки и когда мы сюда вложим у нас есть пространство и высота корпуса получается у нас 240 миллиметров толщина стеночки боковой 35 миллиметров корпусе и толщина передней стеночки 40 миллиметров до 40 миллиметров это вот такие размеры его и размеры крыши крыши у нас получается вот такая тоже есть прорези под ремни и толщина передней 40 миллиметров 40 35 миллиметров и высота так сказать для подушки но тут подушка не нужно 50 миллиметров то есть расстояние от верха крыши 50 миллиметров это хорошо тем что сюда есть возможность положить пакет с канди то есть сверху на рамки и у нас тут есть возможность и рамочку ложить там допустим 145 с медом для конди есть место очень еще хорошо тем что допустим когда мы перевозим пакеты то крышу можно перевернуть вверх дно поставить ее она все так же становится все продумано есть пазы точно также сделаны ставится крыша хоть так как надо в своем так перевернута и что мы имеем когда мы перевозим пчел переворачиваем крышу ложимся допустим москитную сетку сверху закрываем крышей скрепляем ремнем для ремня я уже говорил есть и у нас есть здесь то что в ней есть вентиляционное отверстие такие под крышей есть у нас отверстие тоже вентиляционно как с одной стороны так и с другой принципе вот такие размеры вот так он выглядит вот так он выглядит насколько все продумано что просто все вот эти мелочи то что у ли на ули ставится крыша крыша переворачивается ручки везде очень удобно подходить к нему с любой стороны брать его и перевозить очень мало места занимает и небольшой легкий вес чем он мне нравится лично моих условиях я в нем буду выводить маток и по весне с него можно продавать пакеты очень удобно очень классно я буду как возможно уже говорил повторюсь буду показывать вам весь процесс как я его заселил что я с ним делаю как я вывожу матки как он идет зимовку как он весной развивается и что с ним можно делать очень много с ним так сказать манипуляции можно делать ну как много вариантов много и тут уже каждый может приспособиться что ему будет удобней но что мне нравится это производство наше производство украинское это аналогов нету люди насколько мне известно вроде бы этот проект он запатентирован это изделие это не копия не нижегородца хотя они похожи не бибокса кстати с бибоксом все взаимозаменяемо это люди полностью продумали сами делали делали пресс-формы и изготовили такой улей универсальный улей нуклеус мне он очень понравился очень классно я принципе думаю что таких я приобрету со временем не один десяток так как с ним будет я уверен очень хорошо работать почему я так уверенно говорю потому что у меня есть такие нуклеусы только деревянные но на три отделения там матки хорошего качества матки хорошо облетываются то в этом варианте просто он обречен на успех так как он теплый теплопроводимость у него хорошая он толстый пенополистирол пенополистирол так сказать высокой плотности и я думаю что он покажет себя с лучшей стороны вот такой полинуклеус его кому интересно делает люди я выставлю ссылочку в описании с координатами производителей по цене я вам точно не скажу так как есть нюансы по комплектации разные варианты то есть могут быть и по цене вам подскажут только сами производители и я думаю лучше общаться по этому поводу с ними ну что друзья я его практически подготовил к эксплуатации я поставил сюда диафрагму поставил прикрепил пленочку то есть сюда осталось только заселить пчелок заселить пчелок ну и станцевать для вас я не повторюсь не не крупного телосложения ну 75 килограмм имею так что танцую для вас четко на крышке осталось только пыль от моих кроссовок корпус не клеен корпус собран как вы видели только покрасили его ничего с ним не случилось ничего не трещал как вы слышали в принципе это не показатель но показал что как есть может просто кому-то понравится мой танец друзья хочу пару слов сказать о том какие планы у меня на этот нуклеус как с ним буду я работать на данном этапе я его заселю точно так же как и свои деревянные ульи рамочкой расплода рамочкой в каждой отделении по рамочке расплода по рамочке медовой ну и рамочка медоперговая как бы или там полу расплодная так сказать он меня будет работать в осени как нуклеус для вывода маток буду выводить в осень если у меня будут матки лишние он пойдет в зиму зимовать на двух отделениях то есть точно так же как и в деревянном только деревянном у меня три отделения по три тут будет два но проблем я не вижу зимовкой на два деления так как здесь он теплый есть вентиляционные отверстия и зимовкой проблем не будет это я говорю так уверенно потому что у меня есть деревянные такие и как бы зимовку я практиковал но у меня нету ни вентиляционных отверстий как бы и пчелы зимуют по по весне при удачной зимовке я могу продать одну зимовалую матку например по весне объединить эти два отделения в одно и он у меня будет развиваться как улей для отводка и уже к концу апреля к маю здесь будет так как он теплый пчелы развиваются в нем хорошо я смогу в начале мая например продать с него полноценный пакет и здесь еще останется хвост который я дам или маточник на выходе если там останется хвост расплодом если же там безрасплодный останется хвост дам неплодную матку кстати так как он взаимозаменяемая я могу подселить сюда рамочкой расплода по осени по весне и дальше он пойдет опять по циклу то есть опять пойдет работать как нуклеус для вывода маток если же в осень у меня матки допустим будут покупаться матки я смогу продать с одного отделения маток матку и осенью объединить его и в зиму он пойдет как полноценный отводок 6 рамок это вполне нормально зимуют такие и весной я могу продать с этого зимовалого отводочка продать точно так же полноценный пакет и опять же дальше заниматься водоматок то есть вот такие у меня планы могут быть маленькие коротировки но коротировки только в том случае одна или две матки будет зимовать зимовать они будут потому что это уже проверено практикой и то есть я говорю так уверенно потому что я зимовал своих деревянных у меня деревянные с 25 дерево и полистирол мы с вами понимаем что полистирол будет теплее есть вентиляционные отверстия деревянных у меня нет и то зимуют по три рамочки просто тут у меня три отделения здесь два вот такие у меня планы и как бы все все вот эти все манипуляции работы я буду снимать на видео и показывать вам кому будет интересно вот такое видео получилось чуть-чуть показал как бы этот улей чуть-чуть прорекламировал людей потому что нуклеус улей нуклеус действительно достоин внимания я думаю многие которые занимаются мотководством для себя для себя это вообще идеальный вариант потому что многие говорят что для вывода маток сюда нерентабельно заселять много пчелы но это не так при первом состоянии действительно вроде бы много пчелы надо но это все нивелируется тем что есть зимовалые матки он зимует по весне уже не надо если перезимовывают удачно туда опять засыпать пчел и есть манипуляции что у нас есть зимовалые матки мы можем продавать пакеты ну и так далее так что спасибо производителям вот такое видео кому понравилось видео нуклеусы ставьте лайки кто не подписался подписывайтесь на мой канал комментируйте буду рад видеть ваши комментарии что вы думаете по поводу этого нуклеуса ваше мнение может где-то вы меня подправите потому что в будущем я планирую приобрести таких побольше потому что я занимаюсь выводом маток и продажи немножко пакетами то для меня я считаю этот очень классный вариант как бы вот и все следите за новостями с вами был вам фабру до новых встреч пока а 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